Всем тихой ночи! На сайте фонда SCP есть много первых объектов. Если кто не знает почему так, советую глянуть видео про классические первые объекты, ссылка на которые есть в описании. Некоторые из 001-х пытаются объяснить откуда взялся фонд, некоторые пытаются показать суть мира SCP, а некоторые объединяют множество номерных объектов в целой истории. В этом видео мы посмотрим как раз один из таких, который называется «Прошлое и будущее». Прошлое и будущее — это истории из одного из миров мультивселенной SCP, где дела у фонда пошли не очень-то и хорошо, и случился конец света, но мир там закончился довольно-таки необычным образом. Этот объект изначально рушит шаблон тем, что рассказывает нам, как фонд SCP решает рассекретить всю свою документацию, да еще и при этом вызвать смерть большей части населения планеты. Далее нам предлагается прочесть некоторое количество объектов и рассказов на сайте, чтобы понять, что здесь вообще такое происходит. Начинается все с объекта SCP-2798. Суть его в том, что фонд SCP обнаружил некую ужасную угрозу всему миру и для спасения Земли создал аномальное энергетическое поле, окружившее всю планету. Это поле и является аномалией фонда под номером 2798, и оно действует довольно-таки странным образом, ведь этот энергетический феномен не защищает планету от какой-то опасности, а обманывает некое неведомое зло, которое как бы не может увидеть нашу планету и напасть на нее. Для создания SCP-2798 было использовано множество SCP-объектов. Сначала фонд достал из своих камер содержания шесть самых разных аномалий, чтобы из них получить некий фиолетовый состав. Забавно, что для непосредственно создания состава была использована та машина для черной сладкой ваты, захваченная фондом у цирка всего тревожного. Далее была пробурена сфероглубокая скважина, в которую этот состав и был закачан, и его аномальные свойства оказались таковы, что он проник в верхние слои мантии всей планеты и образовал SCP-2798, то самое планетарное поле, обманывающее космический ужас. У этого поля оказалось множество неприятных побочных эффектов, главное из которых в том, что среди населения Земли стало распространяться так называемое трансцендентальное расстройство личности, из-за которого у больных появились различные аномальные умения, что добавило фонду немало проблем. А закончился этот грандиозный план в итоге ничем, потому что SCP-2798 в какой-то момент просто перестал работать, и ужасный космический монстр в итоге заметила нашу планету и человечество, в которой она не обитает. И похоже это и есть SCP-001 в этом мире. Все что хочет эта версия 001, это разрушить саму нормальность мира и наполнить его самыми безумными и опасными явлениями. И конечно же, после того, как маскировка против этого существа пала, во всех учреждениях фонда начались нарушения условий содержания самых разных объектов. Объекты SCP не просто сбегали из своих камер, они приобретали такие свойства, что их дальнейшее содержание нередко оказывалось немыслимым. И похоже, первый объект таким образом наносил удары по фонду целенаправленно. В 2016 году в описанном мире фонд SCP практически полностью развалился, и аномальные объекты разбежались по всему миру. Причем их свойства сильно изменились, делают их более опасными и разрушительными. Например, в этом мире SCP-106 старик приобрел очень высокий уровень интеллекта и теперь придумывает хитрые и сложные планы борьбы с фондом, в результате чего наносит огромный ущерб. Или вот SCP-701. Спектакль, при исполнении которого появляется посол повешенного короля и устраивает резню. Это теперь не спектакль, а сверхпопулярный сериал, который смотрит во всех странах примерно с теми же последствиями. Всего около 60 объектов изменили свои свойства на крайне деструктивные и устраивают максимальный хаос по миру. Что же делает фонд SCP? Именно в том мире фонд SCP создает объект SCP-2003. SCP-2003 это огромный комплекс, способный временно перенести человека в будущее. Причем не в какое-то одно будущее. Эта штука позволяет исследовать многие варианты. Экспериментируя с этой машиной, фонд узнает, что вариантов будущего, где бы вообще этот мир выжил, не так уж и много. И наиболее предпочтительный из них тот, где население Земли почти полностью вымерло. А немногие выжившие нашли порталы в другую планету и основали цивилизацию заново там. Но как же прийти именно к такому будущему? Оказалось, у фонда того мира на содержании есть SCP-411. Это человек, которому около 400 лет. И интересен он далеко не только этим, но и своим необычным умением вспоминать будущее. Его память как бы вывернута в обратную сторону. Он не может вспомнить ничего из прошлого. То есть он как бы вспоминает вещи как обычно, но все эти воспоминания всегда касаются только будущего. Один из членов советов под номером 2 беседует с SCP-411. И тот рассказывает, что люди найдут свой дом под новой звездой, а Земля будущего населена только монстрами и людям на ней места нет. Что похоже сходится с данными, полученными из опытов с SCP-2003. Тогда фонд бросает все свои силы на исследование космоса для побега от SCP-001, но не находит ни одного подходящего для жизни мира. Что было показано в объекте SCP-2669 Гептиул-1? Кстати, все еще не ясно, чем же таким является первый объект, вызывающий все эти события. Член совета О5, тот, что имеет номер 7, вспоминает, что однажды этот самый 01 вступал с ним в связь. Однажды 07 пришло сообщение, в котором высокопоставленному человеку из фонда было предложено приехать в определенное место посреди пустыни. Он приехал туда и на свое удивление увидел прямо посреди Песков кинотеатр, да еще и показывающий на своем большом экране странный фильм. Этот фильм поначалу состоял из совершенно несвязанных кадров. Там были и военные хроники, и извержения вулканов, и эпизоды голода и эпидемии. В конце был показан огромный корабль, куда он, член совета О5, усаживал самых разных людей, после чего тот улетал куда-то в космические дали. В то же время О5-2 продолжает свое исследование и на этот раз задействует SCP-990, человека из снов, потому что оказывается, что этот объект что-то знает о происходящем. В результате эксперимента смотритель видит сон, довольно-таки непонятный и сложный. Там и библейские отсылки, и мертвый ребенок сновидящей, и вообще чего только нет. Главное, что сообщает 990-й, это то, что человечество должно переселиться на так называемую планету Рук. И символ Рук тут упоминается множество раз, что начинает походить на ту секту, поклонявшуюся монстру со множеством щупалец, на конце которых были кисти Рук. О таком еще упоминалось видео про Тома Тургию на этом канале. Неужели мы имеем дело с миром, где этот монстр с руками на щупальцах является могущественным божеством? Вот что может произойти, если вы сильно раскормите мелкую аномальную сущность. Меж тем мир медленно погружается в хаос. На месте сфинкса в Египте появляется голограмма, а в Китае, в своем мавзолее оживает Мао Цзэдун. Всюду происходят потопы и пожары, повсеместно начинаются бунты. В небе над землей можно увидеть сценку диалога нескольких персонажей, в которой упоминается планета Рук, и как там хорошо в сравнении с Землей. После чего в городе Вашингтон открывается портал, куда входит примерно 3000 человек, прежде чем он закрывается. Впоследствии по всей планете появляется еще множество порталов, куда бегут люди, и судя по всему попадают на ту самую планету Рук. Голограммы в небе обещают, что там людей ждет настоящий рай, и войти в портал это единственный шанс сбежать от ада на Земле. Но кое-что в том, что они говорят, настораживают. Например, то, что их идеал — это люди без рук, которые постоянно поклоняются местным божествам. В общем, похоже, людей там не ждет ничего особенно хорошего. На Земле остаются и каким-то образом избегают влияния SCP-001, только сотрудники фонда, которые были заняты на объекте SCP-2303. Объект этот — это заброшенный небоскреб, в котором можно увидеть невоплощенные идеи множество авторов. SCP-001 продолжает свою войну против человечества, используя в качестве оружия искаженные SCP-объекты. Но именно в случае с Объектом 2303 люди смогли одержать победу. И несмотря на то, что SCP-001 увел почти всех людей на свою планету Рук, на Земле осталось несколько сотрудников фонда, а остальным людям на Земле везет куда меньше. Они полностью вымирают в хаосе разбушевавшихся аномалий. Вот такая вот странная версия 001-го объекта, описывающая довольно-таки необычный вариант конца света. А может я что-то не так понял, потому что кроме всего прочего, сам стиль написания объекта я бы назвал такой «сломай себе мозг». Так что совершенно не исключено, что автор этого объекта имел в виду что-то совершенно другое. Совсем не то, что я тут говорю в этом ролике. Ну может и так. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok